А это уже готовый продукт. В цехах дерево шлифуют, красят, нарезают по индивидуальным заказам. Белгородская компания, специализирующаяся на отделочных и строительных материалах из древесины, в деле 16-й год. Предприниматели признаются, события последних лет внесли корректировки в рабочий процесс. Пандемия, СВО, санкции. Было необходимо быстро адаптироваться к новым условиям. Мы находили на отечественном рынке замену компонентам и материалам, быстрорастущим в цене за счет курса доллара. Оптимизировали производство и все бизнес-процессы благодаря современным технологиям. Двигались, используя не только свой накопленный опыт, но и что-то подглядывали у других компаний. Что-то придумывали сами. Мы раньше считали, что предпринимателям не нужно помогать, им нужно не мешать. Но действительно, за последние два года мы ощутили помощь не просто на словах, но и на деле. Если раньше приходилось обивать пороги для того, чтобы получить субсидию или помощь, то сейчас к нам сами вышли представители власти с реальной заинтересованностью в развитии бизнеса, в увеличении рабочих мест, в увеличении нами дополнительной прибыли. Кроме того, удалось выйти, по сути, на всероссийский уровень. Направление сбыта, к примеру, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский край, Поволжье, теперь задумываются об экспорте. Мы сейчас рассматриваем участие в международных выставках. У нас далеко идущие планы по покорению не только ближнего, но и дальнего зарубежья. Компания получила региональную субсидию на приобретение оборудования. В том числе, благодаря этому удалось достичь прироста производительной мощности на 30% по сравнению с прошлым годом. Предприятие продолжает работать и строить перспективные планы. Мы не только развиваем существующий бизнес, но и задумываем альтернативные бизнесы, которые связаны с производством всего того, что раньше к нам в огромном количестве приходило путем экспорта со всех стран мира. А теперь мы сами знаем, как сделать это быстрее, лучше и дешевле. Сергей Черкашин, Александр Поддубный. Такой день на мире Белогория.